Летний Куб Гераклиона, по большому счету, для нас является ключевым соревновательным событием в нашей соревновательной практике. Поэтому родилась идея приорочить вот к этому нашему крупному соревновательному мероприятию, который, по сути, для нас является Кубком России, и впервые проводится не столько под эгидой фонда «Гераклион», который является, конечно, безусловно, основным организатором этого мероприятия, но, тем не менее, под эгидой Общероссийской Федерации функционального многооборья. Родилась идея приорочить к этому еще вот такое мероприятие, каким явилась сегодняшняя научно-практическая конференция по проблемам функционального многооборья, функционального интенсивного тренинга и круглый стул по проблемам кроссфита, как только. Эта конференция показала, что здесь ответов было намного больше, чем вопрос. Это несколько необычно. Я наблюдаю достаточно большой всплеск кроссфита в фитнесе, но нам не хватает ни методик, нам не хватает ни средств, нам не хватает опытных спортсменов, опытных, значит, тренеров, которые могут профессионально преподавать кроссфит. И вот такие мероприятия, которые сегодня мы посетили, действительно создают и методологию, определяют понятийный аппарат фитнеса и, естественно, кроссфита. И чем больше будет таких мероприятий, тем профессионально будет становиться тренерский состав, которым мы, естественно, фитнес будем пользоваться. Нужно действительно четко разграничивать как вид спорта и вид спорта высших достижений, стремление к максимальным результатам и его разграничивать как вид активности для здоровья, фитнеса и поддержания физической формы. От этого очень многое зависит, как подход к тренировкам, так и очень многие вопросы, о которых мы порой дискутируем. Подход с точки зрения внедрения как вид спорта, общая физическая подготовка даже не обсуждается, это круто. Высоко интенсивный тренинг, это тоже круто, но я еще раз возвращаюсь, основываться нужно на науке, на правильном подходе, потому что пока то, что я понял, я буду говорить то, что есть. Это хороший коммерческий продукт, созданный американцами, молодцы они, круто. Все это вместо того, чтобы качаться 2 часа в качалке, ты за 15 минут получаешь удовольствие от нагрузки, у тебя эндорфины, ты в таком состоянии, дух взаимопомощи, поддержки, соревновательности. Это очень круто, да, это все классно, но такие тренировки не могут быть ежедневными там, 3 раза в неделю, я считаю, что это неправильно. Я еще раз говорю, если подойти правильно к этому вопросу, накопление, то есть надо выяснить 20 раз делать или 5, например, борьба с закислением, я считаю, это основной и правильный подход. Настанет момент, настанет время, когда любой вид спорта, сейчас он маленький, только развивается, а через несколько лет этот вид спорта наберет определенные обороты, и он захочет, например, вашей ассоциацией захочет приобрести международный статус. Для того, чтобы ее признали за рубежом тоже, нужно соответствовать определенным стандартам. И в любом случае, как и большинство спортивных федераций, вы подойдете к стандартам антидопингового кодекса. Поэтому хотите идти в большое море, принимайте стандарты большой игры. Наконец-то мы провели мероприятие, не побоюсь этого слова, глобального масштаба и в таком официальном формате. Очень доволен содержанием программы, содержанием докладов, и очень мне понравились отклики аудитории. То есть видно, что людям были интересны поднятые нами темы, наверное, мы не зря трудимся и работаем. Ситуация такова, что завтра может оказаться, что кто-то примет решение о том, что русские аффилианты не аффилианты. Или не возникнет, или, точнее говоря, будет ликвидирована техническая возможность перечислить средства за аффилиацию или за сертификаты туда, куда нужно. Санкции против структур банковских, а не об этом. И ситуация идет именно в этом направлении, к сожалению. Я задаю вопрос, если вдруг структура краусфита примитена к России, претерпит какие-то изменения и служит иную конфигурацию, нам что, останется, так сказать, констатировать этот факт и перестать заниматься темой, которую мы горячо любим? Ну, наверное, это неправильно. А если ситуация слабится так, что нам нужно опираться на собственные силы, значит, мы должны в том числе сами побеспокоиться о том, чтобы у нас возникл некий формат организационных отношений, который нам, как минимум, позволит эти силы консолидировать. Причина создания инициации и создания вот такой общественной организации, какой является вообще Российская Федерация функционального многоборья, и, соответственно, работа по регистрации такого вида спорта, как функциональное многоборье, да это просто необходимость. Мы обязаны это сделать. Если мы действительно болеем кроссфитом, болеем этой темой и хотим, чтобы она в стране развивалась правильно. Независимо от каких-либо внешних обстоятельств.